Стояли за газоном в минувшую субботу. В Магнитогорске состоялся экологический митинг. Акцию протеста вызвало решение городской администрации замостить тротуарной плиткой зеленые участки улиц. Мнение народа выслушала и наша съемочная группа. С плакатами и возмущением. В полдень возле первой палатки собрались неравнодушные жители. Люди отмечают, несмотря на то, что в этом году Магнитогорск вышел из списка самых грязных городов России, экологическая обстановка в стальном сердце родины по-прежнему не радует. Город у нас очень запыленный, задымленный. И зеленые насаждения убирать, весь город закатывает плиткой, это очень неразумно. Потому что действительно очень большой процент онкологии в городе. Невозможно. Дети болеют, взрослые болеют, все больницы переполнены. Я сама три года назад лежала в онкологии. Слава Богу, обошлось. Конкретной причиной митинга стало решение городской администрации замостить газоны. Работы начались еще в прошлом году. Под серой плиткой оказался отрезок вдоль проезжей части от Гагарина до Грязнова. Новую площадку сразу заняли автолюбители. Устроили парковку, несмотря на то, что это нарушение ПДД. Для глаза здорового, адекватного человека, гражданина моей любимой страны и моего любимого города, всегда приятней зелень. Я не люблю вот этот серый цвет. Мне не нравится то, что им вымощается. Ну и, как здесь уже сказали, это все на благо машин делается. Машины у нас беспредельничают, заезжают на эту плиточку, стоят благополучно. Я очень много путешествую, вижу города, которые благоухают зеленью, и не надо рассказывать, что это нереально. Жители дали понять, такому благоустройству ущерб экологии не рады. При том, что это не единичный случай. Мария Щербакова рассказывает, несколько лет назад хотела спасти сквер по проспекту Пушкина. Говорит, там все тоже накрыли плитой. Добро пожаловать, Пушкина 28. Пожалуйста, кому интересно, подойдите, посмотрите на этот мини-сквер, который зачем-то замостили. Там раздра и шатание, никто за этим сквериком не ухаживает, он относится ни к городу, ни к собственнику. Там происходит что-то невероятное. Просто нет деревьев, и я против того, чтобы дерево безосновательно спиливалось. Моя позиция такова, что зеленая красивая травка всегда лучше плитки непонятного качества, которое через полгода вздыбится от наших экологических условий. Между тем, власти отыгрывают новый тендер в 4,5 миллиона рублей на благоустройство тротуара по проспекту Ленина, от Грязного до Правды, а потом еще один, уже на 17 миллионов. Информация появилась на сайте госзакупок. Деньги пойдут на плитку для замощения 11 остановок, преимущественно в Ленинском районе. Общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров. Тем временем, поддержать протестующих магнитогорцев прибыли гости из Уфы. Говорят, вопрос экологии стоит остро не только в отдельных городах, но по всему Уралу. Проблемы все бывают разные. Например, с тем же Сибаем, где идет выброс диоксида серы, может быть, плитка, казалось бы, не такая большая проблема, но в комплексе все в совокупности упирается в том, что население часто закрывает глаза на то, что контроля нет со стороны, общественного контроля нет, и чиновники начинают уже делать то, что они хотят. Вот эту обстановку, ситуацию нужно менять. Население должно выражать свою позицию. Если им не нравится, они должны законными методами это пресекать. Но для этого нужна консолидация. Это должно быть гражданское общество. Это основа гражданского общества. Граждане не будут себе позволять вырубать деревья, нарушать законы, нарушать нормативы. Вот только несмотря на бурные возмущения в соцсетях, магнитогорских активистов на митинге было не так уж и много. Собравшиеся подписали резолюцию из четырех пунктов. Что выбирают магнитогорцы, тротуарную плитку или газон, мы попытались узнать у прохожих. И так у нас экология никакая в городе. Ну, чтобы зеленое что-то было. И деревья убирают, конечно, мы против. И кусты в каких-то местах убирают, но мы против. Где люди ходят, где все равно здесь останавливаются, то магазины все равно затопчут газоны. Здесь, конечно, нужна плитка, но не везде. Не, ну, зелень-то должна по-любому. А когда один асфальт, оно вроде красиво, но зелень должна быть. Я так думаю. Но она должна быть там, где она должна быть. Вот так, я думаю. А злоупотреблять постоянно одной плиткой, это, ну, некрасиво. Лучше газон, конечно. Это для здоровья лучше. Все-таки земля, не асфальт. Дышим-то мы чем. Экология какая. Лучше газоны. Чем больше зелени, тем лучше. Конечно, лучше зелень. Опрос проводит и мэрия. Он продлится до 20 сентября. Принять в нем участие могут те, кто зарегистрирован на портале госуслуг.